Субтитры создавал DimaTorzok Они прекрасно понимают, что для детей праздник Рождества значит не меньше, чем для взрослых. А для некоторых из них Рождество – это не только елка, подарки и праздничный стол, но и какая-то важная жизненная история. Как, к примеру, у воспитанников воскресной школы Пресвятой Еленской Церкви, которую возглавляет матушка Елена. Канун Рождества ребята с трепетом и волнением перечитывают историю явления Сына Божия на земле и серьезно готовятся к рождественскому спектаклю для прихожан. В этом году они участвовали в постановке православной сказки «Заячья избушка», которую зрители увидели 7 января после праздничной службы. Сочинила ее матушка Елена. Главными героями представления стала многодетная заячья чета. Накануне Рождества заяц с зайчихой, оставив своих чад одних, отправились в лес за живой красавицей елкой. И в этот момент в их дом обманным путем проникли хитрые и коварные непрошенные гости – заморская ворона и ее подруга леса. Они бесцеремонно выгнали всех зайчат и незаконно завладели жильем дружной заячьей семьи. Все дальнейшие действия разворачивались вокруг этого события. К делу подключились разные лесные звери, в том числе храбрый и сильный волк и медведь. Но даже им не удалось справиться с хитросплетениями двух наглых девиц. Выгнать их из заячьего дома смогли только ловкие и предприимчивые куницы. В результате этой непростой операции хозяева вернулись в родной кров, где и произошла основная сцена представления. Момент перевоспитания заблудившихся в этом непростом мире душ. После того, как были расставлены все точки над «и», на всех героев этой истории снизошло узарение. Следует жить в гармонии с самими собой и миром и стараться не нарушать божьи законы. В спектакле было много музыки, импровизации и юмора. На сцену вместе с основным составом артистов постоянно выбегали еще несмышленные малыши, которые уже через год-другой активно заявят о своих талантах. Зрители громкими аплодисментами благодарили юных участников, сотворивших маленькое рождественское чудо. С Божьей помощью и во славу Божию они подарили людям радость, которая стала частью радости Рождества, оживила и согрела сердца. Матушка Елена тепло поблагодарила всех, кто много лет работает с детьми и всегда активно помогает в создании православных спектаклей. Педагогов воскресной школы Елену Ушакову и Елену Маслич, бессменного звукорежиссера Виктора Дыбова, а также ребят и их заботливых родителей. А отец Георгий пожелал, чтобы Рождество вдохновляло людей на добрые дела и чтобы помощь родившегося Спасителя пребывала с верующими на всех путях жизни. После спектакля матушка и батюшка сфотографировались с юными артистами и все присутствующие в зале дети получили рождественские подарки. Замечательно, что это Рождество запомнится прихожанам Святой Еленского храма как снежное, веселое, розовощекое и, конечно, радостное. Ведь когда людям действительно хорошо, они испытывают искреннюю радость, ее настоящую дает Бог. Радость от смеха и общения с ребенком, радость от молитвы и чтения книг, наслаждение от красоты белого снега, катание на санках, игры в снежки и еще много от чего. Господь щедр на радость, только ее надо благодарно принимать. Валентина Лавренко, Алексей Гладков и в Патерийское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова